Хорватия готовится чеканить монеты евро. Ей разрешено это в свете предстоящего вступления в зону единой валюты. А пока Загреб посетили высокие гости из Брюсселя. Отвечающий за еврозону еврокомиссар заявил, что амбициозные сроки хорватского правительства требуют ответственности. «Я хвалю хорватские власти за их политическую волю к введению евро уже в 2023 году. Это несмотря на серьезные препятствия и неудачи, от которых страдала страна», — сказал Валдис Домбровскис. «Еврокомиссия поддержит ее усилия по соблюдению этих сроков, но этого можно будет достичь только в том случае, если Хорватия будет соответствовать всем критериям конвергенции, то есть сближения и слияния». Ключевой сектор хорватской экономики — туризм. Вступление в еврозону очень выгодно для таких стран. Недавнее исследование Хорватского национального банка показывает, что поддержка населением при соединении к единой валюте за последний год выросла с 41% до 45%. А критерии для этого таковы. Контроль над инфляцией, стабильность государственных финансов, привязка существующей национальной валюты к евро на два года и соблюдение строгих целевых показателей по долгосрочным процентным ставкам. Но все это будет полезно Хорватии. Ее хозяйство занимает только 22-е место из 27 стран-членов ЕС. Оно в 55 раз меньше, чем у Германии. «С экономической точки зрения вступление почти ничего не значит, потому что Хорватия — лишь маленькая часть экономики еврозоны», — сказал брюссельский политолог Даниэль Гросс. Это более важно с политической точки зрения, показывая, что евро остаётся привлекательной валютой. Страны торопятся ввести её из себя, несмотря на то, что условия стали более жёсткими. Хорватия хочет вывести из обращения свою национальную куну, заменив её на евро к 1 января 2023 года.